Думская площадь. С добрым утром! Я приветствую представительницу фонда интеграции общества, директор департамента интеграции Алда Себра вместе с нами в этой студии. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня пройдет очень любопытное по своему формату мероприятие. Работодателям предложат оказаться на месте работников с инвалидностью. Вечер чувствования. Немножко кургуза на русский язык переводится. Но, тем не менее, речь идет о том, что... А вот о чем идет речь? Как будет происходить сегодняшнее событие? Расскажите, пожалуйста. Это очень интересное мероприятие. Я сама приняла участие около месяца назад. У нас три такие мероприятия. И этот вечер, когда, кажется, да, это ужин, там нам помогают студенты, которые учатся работать в ресторанах. Но это будет... Мы будем кушать с такими ощущениями, например, с закрытыми глазами. Будет ограничение руками. Не все мы сможем так легко взять. И даже не все мы можем слышать. И это помогает нам понять, как в таких ситуациях чувствуют себя люди с ограниченными возможностями. И как они находят выход, чтобы жить. То есть, фактически, произойдет такая имитация положения людей. Да, конечно. Но, конечно, мы не можем полностью осуществить, как они себя чувствуют. Но всякие ограничения, это будет. И мы поймем, эти маленькие ограничения уже сразу нам показывают, сможем мы или не можем мы это. Ну, вот работодатели, которые туда заявились, они же уже, в принципе, изначально, получается, что к этой теме относятся с вниманием. А сможете ли вы достучаться до тех работодателей, которые не рассматривают людей с инвалидностью как возможную рабочую силу? Ну, внимание, это одно дело. Да, конечно, мы много слышим людей с инвалидностью. Но другой вопрос, есть ли у нас, работают у нас люди с инвалидностью. И это очень важно, что там принимут участие тоже люди с инвалидностью. И они будут рассказывать про свои достижения, как они учились, как они живут, как они работают. И то, что самое главное, это очень позитивное мероприятие. Мы будем рассказывать, какие есть возможности. В прошлый раз мы очень много смеялись, потому что там было очень много юмора. И там не было грусти, там было «я смог, я сделал, я повернул свою жизнь в другой». И иногда люди с функциональными ограничениями могут даже сделать больше, чем те люди, у которых, слава богу, все работает, руки, ноги, все видят, все слышат. Это фантастическое, что они смогли сделать в своей жизни. Ну вот из того, что вы говорите, я делаю вывод, что на самом деле у нас в обществе еще, если не пропасть, то очень большое разночтение между представлениями о том, как люди с инвалидностью живут, а каково число работников, которые имеют инвалидность и устроены. Да, если мы смотрим, около 5000 людей с инвалидностью сейчас ищут работу. Но если мы смотрим, сколько из этих людей с инвалидностью работают, тогда, например, только 14% людей с психическими расстройствами работают. Около 42-46% людей с другими функциональными расстройствами работают. А о каких группах инвалидности мы говорим? Мы говорим о всех группах, потому что то, что я даже, я видела в прошлый раз и своим опытом, мы можем говорить о людях, которые работают практически со всеми инвалидностями. Конечно, если есть очень сложные, это не будет возможно. Например, месяц, или, простите, в прошлой неделе я читала про одну пианистку, которая не видит, но у нее три высших образования, и она учит детей и взрослых играть в пианино. Почему нет? Мама кажется, ну как это возможно? Да, это возможно. Человек с функциональными трудностями держаться, сидеть в инвалидном кресле и руки не щевелиться, он делает веб-сайты, он программист. Это возможно, да? Вы сказали о том, что 5 тысяч людей с инвалидностью ищут работы. Мне кажется, как-то это мало, нет? Ну, вопрос в том, идут ли эти люди регистрироваться, и хотят, ну, если понимают они, что есть возможность работать, и это тоже вопрос встречи работодателя и с человеком с инвалидностью, то, что мы видим, что они как-то не встречаются, они говорят, они к нам не приходят, и другие говорят, они нас не хотят. И то, что важно, что мы делаем, чтобы они и встретились, потому что есть возможности. Мы же знаем, что сейчас у нас очень надо работников, у нас и ищут работодатели. Вопрос в том, что мы делаем, чтобы они нас нашли. Вот, что мы делаем, чтобы они нас нашли. Конечно, в том, в случае, нужно знать людям с той или иной группой инвалидности, для того, чтобы, которая, возможно, наша себя слушает, для того, чтобы найти работу, как это желание свое артикулировать. Ну, это, во-первых, это ценности самого работодателя, как они себя позиционируют, как они о себе рассказывают, о том, как они организируют работу. Может, они говорят, будет, например, эластичная работа, можно работать дома, можно работать утром, или работать вечером. Все это дать знать потенциальному работнику, что есть такие возможности к нам прийти. Конечно, есть всякие сайты. У нас тоже есть сайт, называется «Дай возможность», где тоже можно зарегистрировать, что я ищу людей, кто могут у меня работать. Есть возможности, и есть тоже социальные мероприятия, которые принимают на работе людей с инвалидностью. Так что опций много. А у работодателей в данном случае появляются ли какие-то привилегии от того, что они устраивают людей с инвалидностью, или нет? Есть, были привилегии. И это финансировалось даже из фонда Фировского союза. Но мне кажется, самая большая привилегия получить очень хорошего работника, который будет делать все, что возможно, потому что он будет рад, что у него работа, он будет предан и сделает свою работу очень хорошо. Мне кажется, это самая лучшая привилегия, чем все другие. И в завершении, вот еще раз я пытаюсь найти dotesp.lv, да, что-то пока у меня не открывается, но это, видимо, я тут что-то неправильно набираю. А есть ли еще какие-то контакты, которые нужно знать людям с инвалидностью, которые хотели бы получить? Ну, например, есть очень много хороших организаций. Мы эти мероприятия вместе организируем с... Фондом друзей людей с инвалидностью, АПЕРОНС, да. Да, АПЕРОНС, есть СУСТЕНТО. Есть организации для людей, кто не видит, кто не слышит. Они все очень активные, и они тоже помогают найти работу и посоветовать даже, ну, например, даже как дети учиться, повышать свою квалификацию. Есть специальные программы ВАЛС-СОЦИАЛАСС, интеграция из Адентура в Юрмале, где тоже можно новую профессию научиться. Так что... А люди с инвалидностью, которые в положении, так сказать, невидимы, да, люди с болезнями сердца или другими заболеваниями, в данном случае тоже, в общем, имеющие ту или иную степень инвалидности, как им, что им вы бы посоветовали? Ну, видите, если мы говорим про инвалидность, то есть тогда в нашей стране есть закон, который определяет, что ты считаешься человеком с инвалидностью, если у тебя есть, так сказать, документы, которые... Да, совершенно верно. Да, но, конечно, есть такие инвалидности, которые, ну, люди не идут, не получают документы, но это, я думаю, агентство трудует трудоустройство, и надо, ну, я думаю, есть всякие возможности, чтобы найти для себя, ну, работу, которую я смогу сделать. Ну, в общем, главный месседж, который я сейчас слышу, да, что это не преграда, да, надо найти, можно найти возможности, место работы, да, в данном случае и работодателям стоит обратить внимание на сегодняшнее мероприятие. В нем еще как-то можно поучаствовать? Да, еще будет 22 ноября, и можно найти информацию на нашем сайте Саби Дрипс Интеграции с фондом в Фейсбуке и Аперонс. Можно, если не можете найти, звоните нам, скажем, 22 ноября, 3 мероприятия, еще можно. Директор департамента интеграции фонда интеграции общества Алда Себра была вместе с нами в этой студии. Напомню, что сегодня работодателям предложат оказаться на месте работников с инвалидностью и пройдет сают в Акарынис, такой вечер и ужин чувствования, где работодателям предложат оказаться в ситуации работников с инвалидностью. Думская площадь. С добрым утром!